Здравствуйте, уважаемые друзья! Вашему вниманию хочу предложить фильм, в котором мы изготовим вот такую приманочку хитрую, которая или сразу ловит, предупреждаю, или рыба ее обходит стороной. Значит, все они изготовлены из флуоресцентного материала. Если у вас, допустим, нет по каким, ну, как вы видите, хорошо отражает такого варианта, или же, допустим, как я вам уже показывал неоднократно, разных цветов, разных оттенков, вот такие помельче, ну, вот, или же, как мы делали недавно с вами, вот такую приманочку, вот тоже все флуоресцентное. Поэтому вы для себя определитесь сами, или в качестве эксперимента, или же, допустим, как вы будете пробовать на разных глубинах, мы изготовим такую приманочку, несколько в другом, вот еще помельче, несколько в другом варианте. Крючок я взял номер 12, граб-шримп, огрузил его свинцом, из вот таких вот наборов. Если нет, можно огрузить метной проволокой. И, как обычно, я промотал все у нас, вот такое, как вы видите, ультрафиолетовое, и нитка, и подложка, для того, чтобы не проявилась наша, наш свинец. Взял кусочек нитки из нашей тесьмы и вынужден был, как говорится, взять, продаются вот такие наборы, понадобилась вот такая нитка. Нет, возьмите этой же белой ниткой, которой мы изготовили тело, и можно пройти по нашей личиночке. Но, для того, чтобы более красивая и симпатичная она была, нам все равно необходимо с вами хотя бы немножечко ее добавить люрекса. Поэтому, как обычно, берем теперь наш люрекс. Если по каким-либо причинам нет люрекса, можно спокойно использовать проволоку. Можно и обойтись. И, чтобы не наматывать большое количество нашей нитки, я сразу же вот подкрепил люрекс, ставлю крючок в удобное положение для себя. И операция вам уже, друзья мои, знакома. Так как это у нас ровница, начинаем вот так аккуратненько изготавливать все тело. Стараемся не нарушить габариты нашего крючка. Так как должна иметь тело наша форму личинки. Давайте изготовим. Вот, как вы видите, у нас вышло вот такое тело. И теперь нам необходимо с вами взять нашу нитку шартрес. Значит, желательно, чтобы она была слегка подкрученная, чтобы можно было более красиво уложить наше тело. И выберем для себя сами тот шаг, с которым мы будем выполнять с вами обмотку. хорошо ее не ровницей, а посмотреть, в какую сторону лучше. Подкрутить и выполняем с определенным шагом обмотку. Не забываем ее подкручивать. Как я уже говорил, если у вас нет, допустим, вот такого материала, используйте белую нитку, которую я вам показал. Нет, вообще, возьмите и изготовьте, только лишь промотайте одним люрексом. И доходим до головки. И здесь теперь уже закрепим материал белой ниткой. Как вы видите, у нас достаточно хорошо вот такое вот с хорошим эффектом вышло тело. И теперь остается только лишь опять поставить крючок в удобное для нас положение. И нам необходимо нашим люрексом уложить по красной нашей нитке уложить наш люрекс. так, чтобы почти по центру проходил нашего сегмента. Опять подходим к нашему колечку и здесь закрепим материал. Вышло вот такое симпатичное тело, достаточно хорошо привлекательное, как видно. и нам теперь с вами понадобится вот такой материал. Клей имеется ввиду. Если у вас такого нет, пожалуйста, используйте эбоксидка 5-минутка. Используйте не клей, а используйте вот такую ультрафиолетовую эбоксидную смолу. Нет, можно спокойно изготовить вот таким клеем лаком, как я уже вам показывал. Ну и, друзья мои, теперь остается только лишь процедура вам уже здесь ясна. Нанесем буквально капельку нашего клея и понадобится очень аккуратненько по всей плоскости не за один раз произвести вот такую нам операцию. Стараемся, чтобы во все щели попал хорошо наш клей. Это стандартная фотополимерная смола, поэтому используйте другую смолу, как то есть наша эпоксидная смола или же клей, лак, как я вам уже говорил. Так, теперь берем наш чуть-чуть помощнее фонарик. Если у вас нет, допустим, как у меня, вот таких всевозможных принадлежностей для изготовления вынесите на улицу, даже в пасмурную погоду все равно ультрафиолетовые лучи проникают до земли через атмосферу, поэтому, пожалуйста, пробуйте, как вам будет удобно. В любом случае, приманка достаточно привлекательная и должна ловить рыбу. Как я рассказывал вам, или сразу рыба реагирует, или обходит ее стороной, но в пасмурный день, я думаю, эта приманка должна быть самой выигрышной. Вот и все. Как вы видите, клей наш подсох, и такая вот очередная приманка готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...